Именно Илл Фамилев прислал ссылки на материал и свое резюме. Он пишет «Я по одной из основных специализаций, агроном по защите растений, разбирался с экологическими причинами устойчивости так называемых вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Заинтересовавшись конспирологией и другими альтернативными направлениями, я обнаружил, что и в медицине аналогичная ситуация. У нас имеется масса симбионтов полезных организмов, еще больше нейтральных сожителей, и наименьшее количество составляют именно паразиты и пожиратели. В ходе разборок оказалось, что вредителями они не создавались изначально, их таковыми вынудила стать наша безумная деятельность, как, например, борьба с неприятными запахами изо рта, подмышками и т.д. А борьба с ними является искусственным отбором, несознательным выведением все более и более устойчивых и агрессивных штаммов и пород. У нашего организма не вырабатывается иммунитет к ним по простой причине. Для иммунной системы они изначально числятся и воспринимаются как полезные союзники. Буквально получается следующее. Так называемые низшие формы жизни ведут себя так, как мы их программируем. Видим в них врагов, они становятся нашими врагами. То есть ведущую главную роль в возникновении всех проблем имеет и играет наша собственная психика. Все остальное – это результаты, последствия. От внутренних способностей и возможностей автора зависит, насколько богато его воображение разукрасит объект исследований. Когда не знаешь о феномене переноса собственных качеств на внешние объекты, создается впечатление, что они не менее разумны, чем автор исследований и манипуляций. Хотя нередко встречается и противоположный вариант, когда переносится собственная неполноценность. В свое время я вынужден был свернуть подобного рода деятельность и сейчас все более убеждаюсь, что правильно сделал. Ну и в качестве иллюстрации своей точки зрения расскажу вот такую интересную историю. В некотором царстве-государстве в сельхозинституте имени Докучаева жил на факультете защиты растений один студент. Руководитель дипломной работы этого студента доктор наук, профессор кафедры энтомологии в свое время побывал на легендарной Целине в самом начале эпопеи и как-то раз незаметно для себя разоткровенничался и выдал студенту засекреченные сведения. Дело в том, что первые два года после начала освоения целинных казахстанских земель урожая зерновых были действительно рекордными и научные, а параллельно и партийные лидеры уже потирали руки в предвкушении досрочно выполненной пятилетки, как вдруг на третьем году случился неожиданный третий рекорд. Бункеры комбайнов оказались забиты не зерном, а гусеницами зерновой совки. Эндемик казахстанских земель, редкая безобидная бабочка вдруг превратилась в страшного монстра-пожирателя белых черных хлебов и овсяных печенюшек. До этого питалась себе на диких родственниках пшеницы, которые редкими картинками торчали по степям до распашки. Коллекционеры из-за бугра даже двузначные суммы баксами платили, чтобы заполучить редкий экземпляр в свои коллекции. И вот пришли мудрые ученые, подкрепленные идеологией и решили проблемы насекомого с поисками пищи, накрыв тысячегектарные поляны хавчика и заморили голодом естественных регуляторов численности этого насекомого, уничтожив их кормовую базу. С тех времен зерновая совка стартанула по всему миру, стала вредителем-космополитом и успешно осваивает зерновые культуры по всему земному шару. Студента не просто заинтересовала эта история, зародившиеся смутные подозрения начали обретать подтверждения. Благо на факультете учились также и иностранные студенты, среди которых нашлись и близкие друзья и коллеги по интересам. Они помогли с переводом зарубежных источников. Когда-то колорадского жука, точно так же и как и упомянутую выше бабочку, знали только немногие энтомологи. Даже несмотря на соседство с культурным картофелем, жук предпочитал кушать дикие виды этого растения, но до тех пор, пока культурное земледелие не вторглось в его владение, уничтожив последние резервации. У насекомого не осталось выхода, либо помирай с голода, либо переквалифицируйся. Продолжение всем известно. Аспирант из Конго Роже поделился своими наблюдениями по этому поводу. В 1986 году он регистрирует жука на горьком перце. Личинки старшего возраста приспособились потреблять в пищу и сладкий перец. На следующий год жук откладывает яйца на сладкий перец и личинки старшего возраста едят горький. В 1988 году горький перец взят, жуки едят тыкву и баклажаны, кабачки, а через год жук кладет яйца на все посленовые без исключения. Еще год спустя колорадские жуки без проблем кушают тополь, подсолнух, пшеницу, осоку. Кроме того, открываются новые сюрпризы. Диапауза – это спячка вредителя может достигать 12 лет. Это данные тех времен, как сейчас обстоят дела, не в курсе. Выходит, очень интересная арифметика. Борьба с вредителями способствует их усилению и выживанию. По сути, химическая война с ними на деле является селекцией, выведением все более и более вредоносных пород. У нас на глазах монофаг был превращен в многоядерную всепожирающую машину. Аналогичные процессы наблюдаем и в медицине. Массовое применение антибиотиков приводит к возникновению не просто резистентных, это устойчивых к лекарствам, а более агрессивных и опасных штаммов. В Америку от нас, это из старого света, был когда-то завезен непарный шелкопряд. Не имея конкурентов и естественных врагов, в новом свете мотылек расплодился за несколько лет и угрожал сокрушить не только садоводство, но и лесное хозяйство. Ситуацию спас экспорт в Америку хищников из Европы, в частности, жужелица красотел пахучи. Хищник монофаг, специализирующийся на поедании непарного шелкопряда, прекрасно приспособилась к новым условиям и эпизаотия вскоре прекратилась. В нашем случае с колорадским жуком попытки адаптировать его естественных врагов к европейским условиям провалилась. Аграриям оставалась молиться только на чудеса химии, но и это не только не спасло, а наоборот усугубило положение. И тут вмешалась вездесущая, глупая и неконтролируемая природа. Оказалось, что наши местные энтомофаги способны потреблять колорадов в пищу. Знакомый энтомолог, любитель несколько лет, мониторил свой участок на предмет выявления помощников в борьбе с средителями картофеля. Из трех десятков наиболее эффективными оказались два вида паразитических мух тахин. Ежегодно до 25% личинок колорадского жука были заражены этими мухами. Сам по себе пришелец имеет ядовитую защиту – лептиноторзин. Только десятая часть личинок мух переносила эту отраву. С огромным трудом и многими жертвами наша экосистема добивается небольших успехов в достижении равновесия и все эти победы подчистую губятся очередными химическими обработками. Выжившие особи энтомофагов травятся вместе с колорадскими жуками и каждый год нашим союзникам приходится все начинать сначала. А тем временем проблема решается элементарно просто. Каждый должен на своей картофельной плантации оставлять без химической обработки небольшой участок. Кому сколько не жалко, тем больше, чем скорее местная энтомофауна приспособится размножиться и через несколько лет мы будем рассказывать новому поколению легенды о вымерших пожирателях картохи. На огородах маленьких захолостных поселков городского жителя поджидают острые ощущения. Первый рассвет агронома на новом рабочем месте и сразу нежданчик до легкого заикания. Нужно просто сходить за водой к колодцу, который находится в конце огорода и при первых шагах по цветущей картохе взрывается бомба. Иначе не назовешь стая фазанов с воплями и свистом крыльев вылетает прямо из-под ног во все стороны. И так несколько раз в неделю. Если не фазаны, то перепела или куропатки. Для них колорадский жук – деликатес. Травить на огороде нечего. Еще один интересный момент связан с заборами, сложенными на сухую из дикого камня. Временами земля вдоль таких оград походит на поле боя с колорадами. На поверхности разбросаны сотни полосатых трупиков. Как оказалось, причиной погромов являются жабы, землеройки, ящерицы и крупные бестенетные пауки, которые находят массу убежищ в щелях между камнями заборов. Несмотря на то, что многие из них не съедают жертву по причине ее ядовитости, охотничьи инстинкты побуждают нападать и бросать, а в результате получается такой эффект, будто кто-то ходит по огороду и специально давит колорадских жуков. Вот еще несколько примеров. На некоторых участках в садоводческом хозяйстве обнаружили группы яблонь, у которых было заметно более низкое поражение грибковыми болезнями. Упавшие зрелые плоды не повержены слизнями, а объедание листвы было вовсе незначительным. В первом случае группа деревьев находилась недалеко от остатков снесенной постройки. Во втором случае рядом трактористы выбрали место для свала всего, что сгребает культиваторы с участка. В третьем посреди поля находились руины военного оборонительного сооружения. В каждом случае кучи камней, сорняки, ветки, мусор. Короче, все то, что внешним видом делает земледелие бескультурным и должно быть убрано с поля. И здесь в этих ненужных на поле ингредиентах нашли укрытие больше десятков вида крупных хищных жужелиц, в том числе красотелы и слизнееды. Муравейники, расположенные там же, не разрушались при перепашке, а муравьи спокойно контролировали размножение и миграцию тли. Деревья, растущие в радиусе приблизительно 30 метров, не нуждались в обработке против болезней и вредителей. Само собой, наблюдения проводились несколько лет, в том числе попали на периоды массового размножения некоторых вредителей. Другой пример. Оставленные на семена полгектара цветущие моркови уберегли от химических обработок прилегающие площади капусты. Против капустных молей, крестоцветных совок и мух, белянок химическая обработка была не нужна. Цветущая морковь привлекла массу паразитов, наездников и хищников, которым для созревания половых продуктов необходимо питание на цветах зонтичных растений. Само собой, сорняков на морковном поле тоже оставалось предостаточно, их совместное цветение с морковью и положительный результат. Вот еще один интересный факт. Во многих хозяйствах известен феномен, но не его причины. Горохные семена и продажу подбирают по краям полей, примыкающим к лесополосам, шириной максимум до 25 метров. Урожай из центра поля годен только на корм скоту. Причина – зимующие в лесополосах микронаездники, яйцееды, теленамины, развиваются в яйцах гороховой зерновки, могут контролировать только такую площадь в созданных людьми условиях. Из-за очень малого размера, от 0,3 до 0,8 мм в размахе крыльев, они не способны залетать на середину обширных полей. Там регулярно выжирается зерновкой почти весь горох. Теленамины, зимующие на поле, не выживают из-за осенней перепашки, попросту вымерзают зимой. И перечислять подобные примеры можно достаточно долго. В пору учебы и работы над дипломным проектом материалы текли рекой. У каждого студента и аспиранта в их темах и закрепленных хозяйствах попадались аномальные участки, не требующие вмешательства с химической травлей. Исходя из тематической цензуры, подобные моменты не могли быть использованы в дипломных работах, так как нарушают удобную статистику, зато проект этого нашего студента рос как на дрожжах. И во всех случаях причина была одна. Эти участки соседствовали с островками дикой естественной экосистемы, либо условия в них были приближены к природным. Подобных ситуаций описаны сотни, если не тысячи, и в библиотеках сельскохозяйственных вузов такая литература на данную тему имеется. Остается загадкой, почему до сих пор светило науки и не додумались объединить чистые и здоровые методы в единую систему экологического земледелия и применить на практике. На этом история нашего студента не заканчивается. Со своими идеями и открытиями он бегал как дурень с писанной торбой, пытаясь привлечь внимание к задаче ее решениям. И добился таких результатов, правда, не таких, которых ожидал. Но эти результаты указали ответ не только на вышепоставленный вопрос, но к тому же дали толчок к новому открытию. Оказалось, что экология сельского хозяйства, да и не только, непосредственно зависит от экологии человеческой психики. Может быть, кто-то помнит упорные слухи, что колорадского жука подбросили в СССР специально в качестве диверсии. Дело в том, что аналогичная уверенность была и в США по поводу непарного шелкопряда и зерновой совки. Приходится делать вывод, что тут и там один черт. После распашки казахстанской целины экология взорвалась не только зерновой совкой. В голой степени, степи поднялись и усилились ветра. Угроза катастрофической ветровой эрозии вынудила сельскохозяйственных специалистов на новые подвиги. Повсюду стали насаждать искусственные лесополосы. Появление широколиственных насаждений в голых полях дало результаты. В них расплодились златогузка и непарный шелкопряд по тем же причинам, что и зерновая совка. Последний вырос в численности до такой степени, что стал космополитом. Против агрессивной атаки вредителей был брошен ДДТ, который отравил, кроме всего прочего, также и печень золотовалютной трески. В итоге на лицо мы видим один и тот же деструктивный вид деятельности. Возникшая проблема нивелируется не путем исправления ситуации, но методом перевода конфликтов, трудностей в другие отрасли с последующим их усугублением и размножением. И вот этот порочный круг повторяется бесконечно. А в остальном ситуация напоминает тонущий корабль и борьбу крыс с втекающей водой посредством грызения дыр, через которые вода должна по убеждению ученых крыс вытекать обратно. Субтитры создавал DimaTorzok